всем привет и сегодня я делаю банановые капкейки они очень легкие приготовления очень вкусные очень ароматные и я думаю не оставят равнодушными вас и ваших и возможно ваших клиентов нам нужно в принципе где-то полтора два банана в общем нам нужно где-то около 100 граммов мякоти ее можно либо перетереть на терке либо перебить блендером разницы не имеет просто измельчить можно в принципе даже и вилочкой и хорошенько измельчить я не особо люблю возиться также я оставила масло для того чтобы она у меня стала комнатной температурой более размягченная и теперь масло я буду взбивать слегка с сахаром я не буду очень долго этим заниматься немножечко буквально перемешаю так сказать сахар с маслом делаю однородной такой крошкой и теперь добавлю сюда яйцо из-за того что смеси у меня не так много у меня немножечко расслабляется и по стенкам остается масло соберу его по стенкам можно делать одним лицо можно делать двумя я обычно делаю с двумя яйцами или беру одно целое яйцо и один желток мне так больше нравится в зависимости также от размера яиц ну и в принципе от плотности теста которое вы хотите добиться у нас должна получиться приблизительно такая бисквитная основа я скажу просто более жирная и плотная и это уже будут капкейки я буду сюда добавлять смесь разрыхлителя и соды соду буду угасить уксусом я взяла пол чайной лодочки того и пол чайной ложечки другого и соды теперь погашу уксусом уксуса буквально капельку для того чтобы просто не было у нас потом запаха соды и вот теперь пришло время банановое пюре отправляю его полностью туда и теперь частями вмешиваю туда муку все очень просто вы просто смешиваете все компоненты вместе вам не нужно ничего нигде отдельно взбивать нигде ничего мучить вам просто нужно добиться вот такого однородной гладкой структуры практически бисквитной этого теста оно очень мягкое благодаря маслу оно очень вкусно пахнет нежно сливочным ароматом также бананы придают свой неповторимый запах я думаю что вам просто обязаны понравится эти капкейки тесто мягкое очень податливая я буду использовать бумажные формочки которые расставила для кексов железные формочки чтобы эти бумажные у меня не раскрывались у кого есть специальная формочка там на 12-16 штук для выпечки кексов пожалуйста пользуйтесь ей мне удобно вот так вот я их расставляю чтобы они хорошо пропекались не ставьте их в одну кучно как бы ставьте в шахматном порядке и отправляем наши кексики приблизительно на 25-35 минут буквально разогретая духовка у меня на 160-180 градусов наверное ближе к 180 и вот такие вот получается до румяной корочки все таки подоглядываем и смотрим какие они получаются шапочка у меня невысокая это специально потому что сверху у меня будет шнур шляпка крема вы видели капкейки я наполняла сырым тестом буквально на две трети ну или там чуть больше половины теперь я их выложу для того чтобы они у меня остыли полностью вырежу с них немножечко срединку можно сделать или специальной вырубкой это или просто ножиком потом туда я положу начинку и сверху украшу здесь у меня будет украшено но просто белково заварным кремом сверху шапочка очень красиво сами кексы вы видели рецепт мега простой мега легкий и очень вкусный кекс не получаются темные что часто бывает бананом вот они получаются очень золотистыми и вкусными обязательно попробуйте этот рецепт угостите своих родных близких я уверена вам и им очень сильно понравится вдруг какие-то остались вопросы обязательно задавайте в комментариях рецепт я укажу под видео надеюсь что у вас все получится а с вами был кекс до новых встреч пока пока рецепт